Я не верила бы в изменения, если бы была хоть какая-то альтернатива. Так как у нас выборы безальтернативные, значит, в изменения я не особо верю. Хотелось бы, чтобы людям давали избираться, а не просто назначали своих предыдущих депутатов, которые и так ничего не сделали. Больше, может быть, даже навредили. В 2018 году я баллотировалась на своем же районе. И получилось так, что мы действительно, ни я, ни мой конкурент, не набрали нужного количества для явки голосов. Следом, после меня, сын нашего депутата Кравчука, Александр Кравчук, баллотируется. И тут же убирается порог явки. Меня возмущает еще то, что в этом году опять же убирает порог явки. Получается, что у нас, если один из кандидатов в депутаты пойдет просто за себя, проголосует один человек, он уже все, он уже депутат. Мне кажется, что это не совсем выбор народа. Поэтому меня еще возмущает то, что сейчас домкомы обзванивают своих, обзванивают своих жителей из дома, говорят, за кого конкретно голосовать, чтобы обязательно за этого депутата проголосовали. Я чувствую, что это давление со стороны одного единственного кандидата, потому что у нас в основном безальтернативно идут по каждому округу, по одному депутату. И я думаю, что это не только происходит на микрорайоне Ленинска, но это происходит везде, на всех районах. Это страшно. Это страшно, никогда такого не было. Продолжение следует...